Ритуал Ритуал Запалил ладан, немного мускуса, возможно с легкими нотками лягушачьего пота или чего-то еще, честно говоря, я уже даже не читаю надписи на упаковках. Это все притворство, способ заставить вас доверять мне. Моя бабушка была норвежкой, поэтому когда вы расслабитесь и вам станет хорошо и уютно, я начну бессвязно бормотать на ее родном языке. Я буду повторять эту фразу снова и снова, пока не услышу, что вы уснули. Хотя это и не обязательно для ритуала. Это предпочтительное состояние сознания. Это значит, что мне не придется беспокоиться о том, что вы подглядываете. Я могу излечить любую боль, даже психическую. Это не лечение как таковое. Если вы умираете, вы продолжите умирать, покинув это место. Я исцеляю симптом, самую отвратительную часть человеческого существования. Вы не заслуживаете боли, бесконечного, невыносимого, пульсирующего чувства, волна за волной, разъедающего ваш рассудок, пока в один прекрасный день вы не перестанете быть человеком. Это не займет много времени. Минут пять, возможно. Раздастся скрип, и если вы проснетесь, я скажу вам сделать глубокий вдох, расслабиться и ни на что не обращать внимания. Вы почувствуете мою руку на своей спине. Она будет холодной, как смерть, и оставит след. От шока у вас перехватит дыхание, и вскоре вы поймете, что не можете пошевелиться. Это часть ритуала. Прошепчу я, постарайтесь расслабиться. Затем на вас нахлынет поток воспоминаний. Они покажутся вам странно знакомыми, но вы поймете, что они не ваши. Одно за другим они будут уносить вашу боль фрагмент за фрагментом, подобно тому, как извлекают иглы из кактуса, пока, наконец, вы не очиститесь. Никакой боли. Вы услышите скрип, и вдруг снова сможете двигаться. И вы поблагодарите меня, похвалите меня, может быть, поплачете немного. Вы пишите мне чек, переведете немного денег, или щедро отблагодарите, неважно, а затем уйдете. Я удостоверюсь, что вас нет, прежде чем снова открою потайную дверь. Я ничего не могу с собой поделать. Я должен видеть его. Видеть, как он корчится в агонии, как метка на его спине пульсирует от жгучей боли. Когда с него будет довольна, когда жизнь в нем прекратится, когда он сгниет, я найду нового. Насильника, убийцу, человеческие отбросы. Меня называют укротитель боли, но это не совсем точно. Я не усмиряю боль. Я передаю ее кому-то другому.